из Львова, где сегодня на заполненном до отказа стадионе Украина в отборочном матче чемпионата Европы встречаются национальные сборные Украины и Армении. Сегодня противостоять будут команды, знающие друг друга, как свои пять пальцев. Ведь волею жеребия Украина и Армения попадают в одну группу в различных отборочных циклах уже в который раз. Как тут не вспомнить строки из популярного детского стишка «Мы с Тамарой ходим парой». Вот так же и украинцы с армянами ходят по групповому турниру то чемпионата мира, то чемпионата Европы. Отмечу, что несмотря на объективно более высокий класс украинской сборной, ей армяне уже не раз по-настоящему трепали нервы и отбирали очки. Причем за примером далеко ходить не надо, достаточно вспомнить хотя бы прошлую осень игру в Ереване, которая закончилась ничьей 2-2, причем хозяева тогда уступали по ходу игры 0-2, сумели спасти встречу уже в добавленное арбитром время. Правда, как до сих пор считают на Украине и не беспочтенно, не без помощи арбитра. Кстати, был и обратный случай, нет, не то что касается арбитража, а то что касается отыгранных два мяча. Когда уже Украина, благодаря Андрею Шевченко, ликвидировала дефицит в эти самые два мяча, и встреча также завершилась 2-2. Ну, хватит воспоминаний, давайте сконцентрируем наше внимание на этом матче. Ну, а в начале репортажа позвольте вашему комментатору Владиславу Батурину сообщить вам стартовые составы играющих сегодня команд. Сборная Армении, она играет в бело-красной форме и начинает с центра поля. В воротах представитель российского клубного футбола в сборной Армении, динамовец Роман Березовский. Первый номер. Второй. Эдуард Фарцикян. Пюник. Третий. Карен Дахаян. Крылья Советов Самара. Четвертый. Саркиз Аксипян. Санкт-Петербург. Зенит. Пятый. Капитан команды. Рутюн Варданян. Янгбойс. Швейцария. Шестой. Роме Качатурян. Олимпиакос. Кипр. Седьмой. Артур Петросян. Янгбойс. Швейцария. Восьмой. Артур Восханян. Енис Кипар. Девятый. Альберт Саркисян. Хорошо нам знакомый по выступлению за столичные «Локомотив» и «Торпедо», а ныне играющий в чемпионате Украины на правах аренды в киевском арсенале. Десятый. Артаваст Карамян. Играет он в Греции за клуб «Панахаики». И под один с номером его одноклубник Армен Карамян. Главный тренер армянской сборной Михай Стойкица. Это представитель румынского футбола. Тренер из дальнего зарубежья. Работает сейчас с армянской командой. Напомню, что не так давно руководил армянской сборной аргентинец Лопес, Оскар Лопес. Но не сошелся он, скажем так, в финансовых вопросах с федерацией футбола Армении. И покинул эту страну. И вот его место занял Михай Стойкица. И уже под руководством этого тренера армяне одержали свою первую победу в отборочном цикле. Они выиграли у себя дома у команды Северной Ирландии 1-0. Итак, со стартовым составом гостей я вас познакомил. Теперь о составе, в котором выставил с первых минут на эту встречу главный тренер сборной Украины Леонид Буряк. Первый номер, вратарь Дмитрий Шутков, шахтер Донецк. Второй, Олег Лужный, капитан команды. Пока будем по-прежнему говорить о том, что он игрок лондонского арсенала. Хотя вполне вероятно, свою карьеру он продолжит уже в другом клубе. Об этом, я думаю, в процессе репортажа мы поговорим чуть поподробнее. Третий номер, Сергей Федоров, Динамо Киев. Четвертый, Андрей Несмачный. Также Динамо Киев, Сергей Попов, пятый номер, шахтер Донецк. Шестой, Сергей Закарлюка, металлург Донецк. Но по последним данным, буквально на днях он уже подписал контракт с шахтером. И в следующем сезоне будет выступать за этот клуб. Седьмой номер, Андрей Шевченко. Главная, Надежда, звезда украинского футбола, обладатель Кубка Чемпионов. Восьмой номер, Андрей Воробей, шахтер Донецк. Девятый, Александр Гашков, Сатурн Рентиви. Подмосковье, десятый, Андрей Воронин. Кёльн, одиннадцатый, Сергей Ребров, Фенербахчи, Леонид Буряк, главный тренер, хозяев поля. И отмечу, кто сегодня работает в поле как рефери. Судья из Германии, баварец Херман Альбрехт. Кстати, орбита, вот если посмотреть статистику, то она говорит о том, что этот судья достаточно срок. В среднем 43 фола за 90 минут он фиксирует. Ну, а за матч в среднем предъявляет 5 карточек. Причем одно удаление на две игры у этого арбитра. И вот он на ваших экранах тут же дает понять, кто главный на поле, кто тут будет хозяйничать. Именно он, а не кто-либо другой. Уже несколько фолов он зафиксировал, как бы подтверждая мои слова, подтверждая ту статистику, которую я уже вам предъявил. В атаке армяне. Мяч находится на дальнем углу штрафной. Украина обороняется. Но вы видите, что стадион во Львове заполнен до отказа. Небывалый ажиотаж. Все билеты были расклуплены давным-давно на черном рынке. На билеты цены подскочили просто по местным меркам до астрономических сумм. Львов живет футболом. Наверное, не только весь Львов, но и вся Украина. Так же, как сейчас и живет, смею такое предположить, вся Россия в преддверии матча, отборочного матча в Швейцарии. Где наша команда, которая уже отступать некуда, будет играть со швейцарцами. Ну и следует, наверное, напомнить вам, как выглядит сейчас турнирная таблица шестой отборочной группы, в которой выступают сегодняшние соперники. Украина идет на втором месте. Имея в своем активе шесть очков, Украина одержала одну победу, дома переиграв Грецию со счетом 2-0. А оставшиеся игры, а их было еще три, завершила ничьими. В результате шесть очков у Украины. Шесть мячей забито, четыре пропущено. У Греции столько же. Шесть очков, но чуть хуже раз забитых пропущенных мячей. 4-4. Лидер в этой группе безоговорочный. Сборная Испании. Десять набранных очков. Армения имеет в своем активе четыре набранных очка. Победа над Северной Ирландией, ничья с Украиной и два поражения от Испании и от Греции. Учитывая, что у Армении четыре очка, сегодня эта игра для южан становится, в общем-то, по большому счету решающей. Сумеют они, ну, как минимум, не проиграть. Значит, еще будут иметь определенные, пусть и небольшие, но все-таки шансы на то, чтобы попытаться зацепиться за второе место. Украина, конечно же, держит в уме, что следующая игра с Грецией на выезде. И она во многом будет определяющей в борьбе, прежде всего, за вторую строчку в турнирной таблице, дающей право попробовать пробиться на чемпионат Европы через игры плей-офф. Украине не привыкать. Играть в плей-офф, правда, пока никак не удается попасть ни на чемпионат мира, ни на чемпионат Европы. Вот через эти матчи, через эту нервотрепку. Но, быть может, пришел все-таки час сборной Украины оказаться на столь крупном турнире. Об этом мечтает вся страна. И, быть может, теперь, если через плей-офф придется пробиваться, удача, наконец-таки, повернется лицом к этой сборной. Хотя, при определенном раскладе, вот скажете, почему я так уже безоговорочно отдал Испании первое место. Ну, понятно, что Испания стоит особняком. И укомплектована эта команда великолепно. И традиционно проходит успешно отборочный цикл. Другое дело, что испанцы, когда едут на чемпионат мира или чемпионат Европы, и вот там у них начинаются проблемы. А в отборочных циклах у них уже давно никаких проблем не было. И давайте все-таки будем объективными. Испанцы вряд ли отдадут первую строчку турнирной таблицы кому-либо. И поэтому вся борьба вот идет за второе место, прежде всего между греками и украинцами, украинцами и греками. И в этот спор при определенных обстоятельствах, все будет зависеть от того, как завершится эта встреча, в этот спор могут вмешаться армянские футболисты. Итак, первая минута проходит, скажем так, несколько сумбурно. Желание хоть отбавляю у тех и у других, но пока многовато брака, много ошибок. Комбинации, скажем так, не даются ни тем, ни другим. Нарушение правил, столкновение, борьба на всех участках поля. И отмечу, что армяне достаточно смело начали эту игру. То есть они не прижались к своим воротам, а пытаются отвечать атакой на атаку. И нельзя говорить, что вот эти первые минуты остались за хозяевами поля. В целом равная игра, правда без моментов. И вот сейчас гости получают право на штрафной. Тут арбитр беседует и с украинскими футболистами, и с армянскими. И большая пауза. Это был на газоне второй номер Эдуард Парцикян. Кстати, единственный футболист, представляющий армянский клубный футбол. То, что касается тех игроков, которые вышли с первых минут в основном составе. И все остальные легионеры. Ну и на ваш экран главный тренер сборной Армении Михаил Стойкица. Который заявил накануне, ну за несколько дней до начала этого матча, что к сопернику он относится с большим уважением. Давайте посмотрим за этим штрафным. Все благополучно заканчивается для сборной Украины. Мяч до Дмитрия Шуткова не долетает. Так вот, Стойкица сказал, что он с уважением относится к украинской команде. Понимает, что его подопечным будет тяжело противостоять такому сбалансированному и хорошо укомплектованному коллективу. Но его команда приехала во Львов не проигрывать. Вот такие слова прозвучали из уст Михаила Стойкица. Зрители поддерживают с первых буквально на обыкновение встречу сверхактивно свою команду. Ну, легенды на Украине слагаются по поводу умения болеть за свои команды. Или за свою команду, то, что касается национальной сборной на Западной Украине. Многие считают, что здесь болельщик особенный. Андрей Шевченко получает небольшое повреждение, столкнувшись с соперником. Но, я думаю, продолжит игру и, к счастью, ничего серьезного. Вот на ваших кранах капитан сборной Украины Олег Лужин. И, кстати, сегодня он проводит свой юбилейный 50-й матч в составе национальной команды. Да, несколько рискованно сейчас было сыграно. Назад своему вратарю. Передачу делал назад Горшков. Проблема есть кадровая и серьезная у сборной Украины. Но когда я называл вам стартовый состав, многие, наверное, удивились. Ну, во-первых, в оборотах сегодня Дмитрий Шевков, а не Виталий Ревы или Александр Шавковский. В стартом в составе вышел Сергей Попов, Сергей Закарлюков. Все представители донецкого клубного футбола. Ну, главная потеря для Украины это то, что не играют... Такие футболисты, как Гусин и Тимоши. Травмирован также Кормильцев, Презетко, Дмитрулин. Все это потери для сборной Украины. Хозяева поля идут в атаку. Был выполнен штрафной. Очень плотно действуют на поспок своей штрафной футболисты сборной Армении. Пространства у хозяев нет и не получается организовать даже вторым темпом атаку. Последовала тут же потеря. Но вот ошибка на фланге. И вперед устремляется Андрей Несмачный. Затем следует нарушение правил. Андрей Шевченко, как мне кажется, пошел умышленно на фол. Прокинул мяч в сторону и тут же был неправильно атакован. На бедро его принял 11 номер Армен Карамян. Штрафной. Вот с этой точки, помните, тот матч, который проходил в Лужниках. И гол Андрея Шевченко. Ворота Александра Филимонова. Действительно, все это нам напомнило тот для нас, россиян, неприятнейший роковой эпизод. Ох, удар поворотом, но мяч проходит мимо цели. Березовский спокоен. И сейчас он, я уверен, торопиться не будет водить мяч в игру. Даст паузу себе и своим партнерам. Все-таки, вот, пожалуй, это была пока на данный момент самая затяжная атака в исполнении украинской команды. Вот теперь уже Березовский бьет на чужую половину поля. Здесь борьба в воздухе. Долго мяч находился. Наконец-таки удалось его положить на газон. Причем не хозяевам, а гостям. Они идут вперед. Попытка за счет индивидуальных действий взломать оборону соперника. Не принесла дивидендов армянской команде. И вот опасная ситуация. Выход 1-1. Надо забивать. Какой момент. И мяч пролетает над перекладиной. Да, в дебюте встречи мог отличиться Андрей Воробей. Сейчас футболист Донецкого Шахтера. Это ни для кого не секрет, кто следит за украинским чемпионатом. В отличной форме. Много забивает. Действительно должен быть сегодня полезен в своей национальной команде. И вот первый момент. Голевой с его участием продемонстрировал скорость. Убежал от защитников. Пробил. А Роман Березовский-то вытащил мяч. Переправил его на угловой. Великолепен Березовский. Вот сейчас можно вновь было забивать хозяевам поля после стандартного положения. Березовский до мяча не добрался. А замкнуть дальнюю штангу никому не удалось. Из футболистов в желтой форме. Хотя такие попытки предпринимались. На ваших экранах только что был Альберт Саркисян, выступающий в чемпионате Украины. Играющий за Арсенал. И уже отметился он ни одной голевой передачей. Одним словом пришелся ко двору в этом клубе. Но повторяю, в Арсенале он на правах аренды. И после окончания чемпионата этой стороны неизвестно, где этот футболист продолжит карьеру. Как раз именно он оказался на газоне. Мы с вами видели повтор. Ну а Леонид Буряк частенько уже подходит. К линии так называемой технической зоны подсказывает своим игрокам, как в тех или иных ситуациях лучше сыграть. По-моему, последняя реплика относилась к Сергею Реброву. Дмитрий Шевков должен успеть к мячу. Ну вот. Как-то непонятно, почему все-таки Шевков позволил мячу выйти за пределы поля и допустил этот угловой. Совершенно необязательный. Ну да ладно. Не будем. Не будем критиковать голкипера. Понятно, что все волнуются. Напряжение колоссальное. Ведь никто не скрывает, что в сегодняшней встрече главное результат. Главное добиться победы для сборной Украины. Ну а армянам как минимум не проиграть. Вот по этому поводу Леонид Буряк сказал о том, что ответственность за результат может вставать и его команду, и соперника. И это негативным образом скажется на зрелищности встречи. Так как на первом месте сегодня его величество результаты для Украины и для армянской сборной. А потом только красота и зрелищность. Ой, какая ошибка. Нельзя так играть в собственной штрафной и пенальти. Ну как же так. Ну из ничего. Хозяева поля себе организовали. Нет, не буду пока говорить. Гол, но организовали себе огромные неприятности. И это капитан Олег Лузин. Ну понятно, несчастный случай. Просто оступился. Ускользнулся. А затем уже решил спалить. Не понадеявшись на то, что все-таки выручат команду Дмитрий Шутков. Угол-то был острый. Ну что теперь говорить. К мячу подходит никто иной, как Альберт Саркисян. Этот футболист забил в первом матче. Гол, который принес ничью армянам, реализовав тогда также пенальти. И вот теперь он может нечто подобное сделать вновь. Вновь поразить ворота украинской команды. Только уже на ее территории. Итак, дуэль. Шутков-Саркисян. Удар! Да, хоть и угадал Шутков, куда пробьет Саркисян. До мяча добраться он не сумел. Пенальти великолепно выполнил девятый номер. Гостей Альберт Саркисян. И счет открыт. 1-0. Впереди гости. И вы видите, понятно, что радуется Михай Стойкица. Пожимает руки всем тем, кто находится рядом с ним. Но в то же время от эйфории он далек. Понимая, что впереди еще очень много времени и будет крайне тяжело в дальнейшем. Этот гол только может еще более разозлить, разодорить, расшевелить хозяев поля, которые обязаны сегодня играть на победу. Но пока в начале встречи для них все складывается крайне неудачно. Они на ровном месте организовали себе гол. Нелепая ошибка опытнейшего Олега Лужного приводит к тому, что судья назначает 11-метровый удар. Бесспорный 11-метровый удар. К арбитру никаких претензий. И кинати реализует Саркисян. А его первая желтая карточка в сегодняшней встрече предъявляется. Она, если я не ошибаюсь, второму номеру Эдуарду Порцикяну. Что здесь случилось? Да, сзади удар по ногам. И за такой фолк, конечно же, арбитр был в праве пробелить горчичник. Итак, Эдуарду Порцикяну нужно теперь поаккуратнее действовать. Он в подвешенном состоянии. Кстати, то, что касается вот такого подвешенного состояния. Удар по воротам. Ну, с этим мячом намного проще было справиться Роману Березовскому, нежели вот с тем, когда его буквально расстреливал Воробей. А вот знаете, как тут не вспомнить старую футбольную истину? Да, вроде бы все это звучит банально. Но насколько справедливо по отношению к игре, отношению к его величеству футболу. Не забиваешь ты, Воробей не забил, выйдя один на один с Березовским. И вот тут же ошибка Лужного, пенальти гол. Еще одна желтая карточка. На этот раз она предъявлена футболисту сборной Украины. Ее получает Сергей Ребров. Ну что ж, по желтым карточкам счет сравнялся. Ничья 1-1. А то, что касается игрового счета, то Украина уступает пока Армении 1-0. Точнее, 0-1. Даже не верится, что Олег Лужный допустил такую ошибку, что именно он сама надежность. Но, повторяю, на мой взгляд, это не какое-нибудь пижонство или небрежность, это просто несчастный случай. Вот так все неудачно выражаясь футбольным языком срослось в том игровом эпизоде, который стал роковым для Олега Лужного. А это на ваших экранах третий номер сборной Украины Сергей Федоров. Именно он выбил мяч за боковую. Армяне очень резво играют. Знаете, без... Тени робости. Можно даже сказать, что они почаще гостят в чужой половине поля. Правда, голевых моментов-то и не создали. Вот, за исключением того, что заработали пенальти. А правильнее будет сказать, что это Украина. Сама себе привезла 10-метровый удар. А хозяева могли забить, если бы поудачливее был в решающий миг Андрей Воробей. И если бы не проявил фантастическую реакцию Роман Березовский. Контратака гостей. Мяч был выигран в районе центрального круга. Пытаются всю ширину поля использовать армяне. Сейчас атакует правым планом. Здесь все спокойно. Мяч от ноги Олега Лужного покидает пределы поля. Да, чемпионат Англии закончился. Так же, как и другие европейские чемпионаты. И в этом отношении есть определенные проблемы. Как перед легионерами сборной Украины, так и Армении. Но то, что касается тех игроков, которые прибыли на сбор в мочи заспуг после медицинского обследования, выяснилось, что легионеры находятся в отличном физическом состоянии. Условно продолжают еще играть в своих национальных чемпионатах. Но вот нехватка игровой практики возможно и сказывается. И еще скажется. Сергей Закарлюка только что вел борьбу за мяч и проиграл это единоборство. Но вы слышите, что говорит своим подопечным Леонид Буряк. Даже здесь, находясь в Останкинской студии, я четко разобрал слова Буряка. Ребята, соберитесь. И опять-таки, по-моему, в большей степени эти слова, то, что касается персонально, были адресованы Сергею Реброву, который пока на себя не похож. Хотя, по мнению Буряка, нынешний Ребров это совершенно не тот Ребров, который приезжал в команду ранее, когда не имел игровой практики в Тоттенхэме. Но пока никак не поймает игровой ритм Сергей Ребров. Доршков переводит мяч на противоположный фланг. Шевченко. Посмотрите, как зрители встречают таким ревом и аплодисментами Шевченко, когда он принимает мяч. Студиво буквально взрывается. Но это Воробей на ваших экранах. По-моему, до сих пор он зол на себя за то, что не сумел реализовать выход 1 на 1 с Березовским. Но отмечу, что сборная Украины стартового матча сыграла, еще раз напомню, с Арменией ничью 2-2. Тогда уже на второй минуте Украина открыла счет, Серебренников отличился. Сейчас он не вызвал сборную из-за травмы, так же, как и Зубов, который только-только приступил к тренировкам. На 33-й минуте именно Зубов забил второй гол. Все складывалось великолепно для Украины. 2-0. Но вот во втором тайме были допущены ошибки и было позволено хозяевам вначале на 73-й минуте отыграть один гол, а уже на 93-й минуте довести дел до 11-метрового удара. И вот сегодня, только не в конце, а в начале встречи, Украина получила гол в свои ворота с пенальти. Затем Украина выиграла у Греции за счетом 2-0. Воробей и Воронин забили. Северной Ирландии сыграли 0-0, хотя, наверное, могли бы и выиграть. Кстати, вот у Северной Ирландии на данный момент в турнирной таблице лишь одно набранное очко и именно с Украиной. Учитывая это обстоятельство, следует отметить, что Украина скорее потеряла два очка в выездном матче с Северной Ирландией, нежели приобрела одно. Ну, а игру домашнюю с Испанией, конечно же, в актив следует занести. Потрясающий футбол по драматизму, по накалу. Ничья 2-2. Выигрывали 1-0, затем проигрывали 2-1. И чудо-удар Горшкова уже в самом конце матча принес Украине ничейный результат, который, конечно же, следует рассынуть как положительный. То, что касается Армении, помимо ничей с Украиной, проиграли Греции 0-2, проиграли Испании 0-3. И выиграли у Северной Ирландии 1-0. Петросян забил гол. Кстати, это уже 10-й гол за сборную. А то, что касается Артура Петросяна, то он является, можно так сказать, злым гением для украинской сборной. Очень часто он в различных отборочных циклах поражал ворота этой команды. Забивал и Шавковскому, и Реве. Но вот сегодня в воротах Украины Дмитрий Шутков. Не знаю, удастся ли огорчить Петросяну этого голкипера. На ваш кран как раз Артур Петросян. Вот так он проявляет свои эмоции после того, как его сбили в болезни сборной Украины. Армения атакует. Попытка пробиться через центр. Согласитесь, что южане выглядят очень организованно по первому тайму. Играют дисциплинированно, строго в обороне. И пытаются атаковать, пытаются комбинировать периодически используя фланги. Где-то предпринимают попытки прорваться по центру. Все тут достаточно сбалансированными во всех линиях выглядят армяне на данный момент встречи. Наверное, действительно правы те, кто считает, что с приходом Михаэс Тойкица определенный прогресс в игре армянской команды прослеживается. Сейчас мы с вами наблюдаем, что просто так голыми руками эту команду даже на своем поле невозможно. Варданян теряет мяч, капитан сборной Армении. И Украина пора бы уже ей перейти в серьезное контрнаступление. Пора бы вспомнить, что эта команда играет на своем поле. И вот на данный момент встречи даже проигрывает 0-1. А проигрывать нельзя. Нельзя даже в ничью играть. Учитывая турнирные реалии, Шевченко был неправильно атакован. Последовал быстрый розыгрыш штрафного. Украина продолжает атаковать, пока немногое удается, но сейчас можно воспользоваться ошибкой защитки КФР. Мянской сборной, но опять-таки промах. Я думаю, попади в дальний угол Воронин. Никакой бы Березовский уже не помог. Вот это атака. И удар по воротам. Мяч летит в дальний угол. Вроде бы все ворота, практически большая часть ворот были свободны перед Ворониной. Он это видел, бил в дальний угол, но мяч предательский для Воронины сборной Украины. для многочисленных поклонников этой команды прошел рядом со штампом. Но уже хорошо, что появляются моменты. Будут моменты, возможно, будут и голы. Проход по флангу осуществляет несмачный, но его проход уверенно нейтрализует и борецы сборной Армении. И тут же переходит в контратаку. Петросян технично обыграл двух соперников, затем сделал пас в борьбу и положения вне игры нет. Опасная ситуация. И хорошо, что вот сейчас несколько закопался в последний момент, обрабатывая мяч, если я не ошибаюсь, Альберт Сапкисян. А как грудью мяч был здорово скинок по сути пас грудью мог бы стать голевым. В обороне есть определенные проблемы. Да и в средней линии тоже. Вот именно по этой причине не удается демонстрировать такую в полной мере слаженную, компактную и агрессивную игру как в полозащите. Есть поговорка покажите мне вашу среднюю линию и скажу, что у вас за команда какие бы нападающие экстра-класса не были в составе сборной Украины. Вот один из них прима украинского футбола Андрей Шевченко без помощи, без активной помощи средней линии из каких-то нестандартных ходов. Своевременных передач хорошего движения. Форварду крайне сложно в полной мере себя проявить. Нет, конечно же, Шевченко как мега-звезда может даже отобрать сам мяч на чужой половине поля соперника, пройти, обыграть и забить. Но такое случается нечасто. И нельзя строить игру только вот в надежде на подобное чудо, на подвиг со стороны Андрея Шевченко. Футбол игра командная, коллективная. Армения атакует. Знаете, как ни странно, но по-моему, это очевидный факт. все-таки что касается инициативы, здесь есть преимущество у футболистов белой флаг. Вот сейчас, быть может, что-то получится у хозяев, они атакуют левым флагом, левый флаг намного лучше работает у этой сборной. Сборная вот в том составе, в котором она вышла на этот матч против сборной Армении. Но отметим действие. нележного и частенько смещающегося в эту зону несмачного. Правый фланг пока молчит. Угловой подача, удар по городу, ох, какой гол! Блестяще, а? Великолепный гол, браун, ну, шикарный гол, по-другому он не скажет. Великолепный гол, и его забивает Александр Горшков, но становится он просто палочкой-выручалочкой для сборной Армении. Многие удивлялись, когда узнали, что этот футболист вызван в сборную Украины, так как он был заигран в одном из товарищеских матчей за национальную команду России. Но удалось, в общем-то, уладить все эти формальности. Горшков теперь игрок сборной Украины, и вот забил он Испании великолепный гол, и сейчас еще один гол красавица. Просто голы для эстетов забивает Горшков за национальную команду. Здорово, здорово. Ребров выполнил угловой, и Горшков буквально вколотил мяч под перекладину. Отличный гол, красивый, эффектный, но главное, что это просто гол. Это самое главное. А уж если гол получается еще и красивым, то вдвойне приятно и здорово для той команды, которая сравнивает счет. 1-1. И как зрители встречают успех Горшкова ревом аплодисментами вот на ваш экранах этот футболист, выступающий за подмосковный Сатурн Рэн Ти Ви. Играл он за Одесский Черноморец, за Санкт-Петербургский Зенит. Действительно, игрок со светлой головой, я говорю, не по той причине, что он блондин, а имею ввиду его футбольные способности. Андрей Шевченко получил травмо, сейчас ему оказывалась помощь, по-моему, в одном из единоборств ему досталось, получил удар по лицу или по затылку, вот он держится за ушибленное место и какое-то время понадобится ему для того, чтобы прийти в себя. Кто-то из армян нагрел его по голове, но я нисколько не понимаю, что сейчас Андрей вернется, вернется на поле. Он нужен команде. Он еще не сказал своего веского слова, слова звезды, не только украинского, но и всего европейского, обыкновенного, даже и мирового футбола. и вновь и вновь работает левый фланг сборной Украины. Воронин оказался на газоне, но арбитр из Германии Герман Эльбрехт показывает, что нужно играть, Воронин упал по собственной инициативе. Давайте посмотрим, кто прав. Вначале мяч был выбит, а затем завален Воронин. Именно так, смею предположить, рассудил арбит. Вот на ваших ранах Михаил Стойкица. Недоволен он тем, что его команда пропустила после стандартного положения. Вроде бы игра ладится, игра дается. Представил неподходящий момент, когда можно даже было попытаться развить успех. Армяне пропускают гол в свои вороты. нервничают, нервничают в обороне хозяева. Знаете, вот эта нервозность, неудивительно. Мне кажется, исходит прежде всего от Олега Лучева. Что сегодня с ним случилось? Не мог же он за такой короткий срок растерять форму. Тем более, что прошел медицинское обследование и оно показало и это компьютер и наушный персонал не обманешь. Организм готов на все 100. Вот возможно все-таки то, что игровой практики не достает, это и сказывается. Больше, чем обычно Лужная допускает ошибки. Одна из них провела к назначению 11-метровому удару и голы. Хорошо, мужественно было сыграно, но атака гостей продолжается. Падение красивое, что орбитер трактует этот эпизод в пользу оборонявшейся команды. Сергей Закарлюка шестой номер. Ну, трудно пока оценивать его игру, очень старается. Но, кстати, для сборной он по большому счету человек новый. Пожалуй, еще лишь адаптируется. Не то, что он способный футболист с задатками плеймейкера техничный любящий и умеющий организовывать атаки это нам известно. Другое дело, что послабее он выглядит в плане разрушения. я сказал о том, что из-за травы дискификации сегодня не могут играть Гусин, Тимошюк, Кормильцев, Президко, Дмитрулин у сборной Украины. Первые двое дискифицированы. У армян также были некоторые кадровые проблемы, но их удалось решить. Саркис Афсипян и Карен Дахаян, играющие в чемпионате России, приехали в расположение сборной с травмами. Афсипян получил травму в игре с Ураланом, Дахаян с ССК. Их участие в этой встрече было под вопросом, но играют люди, возможно, даже не взмогая боль, но они нужны команде. Эти люди ключевые фигуры. О, какой момент! Удалось его ликвидировать. Было действительно очень тревожно и опасно. Хорошо в решающий миг сыграл Сергей Федоров, подстраховал партнеров, отобрал мяч и даже начал атаку своей команды. Да, не позавидуешь сейчас Леониду Буряку. Хоть он и стоит, но, знаете, складывается такое впечатление, что по ощущениям он будто на электрическом стуле. Назад играет Несмачный, Лужный, вновь ничем Несмачный, навес, не удалось сыграть на опережение, отбились армяне и теперь организуют свою атаку. Неточная передача, ах, мяч далековато отскочил, по-моему, от Воронина. умело подставляет корпус в этом игровом эпизоде Сергей Попов, располагающийся на правом фланге, не позволяет сопернику добраться до мяча, играет на своего одноклубника Дмитрия Шуткова, но вот почему Шутков сегодня играет. Как говорится, тренером виднее. Вратари все классные, Виталий Рева, Александр Шапковский и Дмитрий Шутков, но в выбор пал Леонида Буряка на галкитра Донецкого Шахтёра. Пока у Шуткова работа-то как таковой и нет, хотя определенное давление на оборону сборной Украины армяне оказывает. Саркиса Сепян только что был на ваших экранах игрок Санкт-Петербургского Зенита. Ах, не добрался до мяча, не успел его обработать Андрей Шевченко. А так имел шанс оказаться перед защитником и учитывая, что впереди был оперативный простор, был шанс бы у Андрея Шевченко в этом я нисколько не сомневаюсь обострить ситуацию. Попов бьет вперед, попадает в соперника и за боковой. Сейчас же он мяч в игру и ведет. Накануне играли молодежная сборная Украины и молодежная сборная Армении, но вот молодежка хозяев легко справилась со своими сверстниками, переграв их 4-0. Белик отличился дважды, Шершун и Гусин забивали в этой строчке. Молодежная сборная вот таких трудностей в игре, судя по счету, не возникло вчера. Национальная команда сражается, борется с соперником, который оказывает ожесточенное сопротивление. Матч чрезвычайно упорный. Достаточно вязкая игра. Не скажу, что она не зрелищна, она зрелищна по-своему, но соглашусь с тренерами, которые говорили, что для их команд на первый план выходит сегодня результат, и они не думают о том, как красиво, непрасиво команда будет играть. Главное взять очки. К этому стремятся эти и другие. Пока ничья 1-1. Передачу вперед делает Каранда Хаян. Называется в борьбу. Все-таки мало заметен Сергей Ребров. Хотя именно он выполнил угловой, которая привела гола. Воронин поборолся. И вновь борьба. Хорошо играет несмачно. Это уже Закарлюка. Здорово сыграл Закарлюка на Горшкова. Может получиться очень хорошая атака и перевести на мяч направо. Но этого сделать не удалось. Хотя там на правом фланге здорово открывался. если я не ошибаюсь Воробьев. Попов неплохо сыграл в отборе. Правда атаку сразу же у него не получилось. Серия ошибок. Очень много борьбы. Баронин на газоне смотрит на арбитра. Игра-то продолжается. Проход по флангу и нарушение правил видимо зафиксирует арбитр. Нет это картинное падение не повлияло на решение судья. Вот так красиво упал Эдуард Парцетян. Словно подкошенный. Арбитр находился рядом. Правильно выбрал позицию. Что называется его подобным номером провести футболисту сборной Армении не удалось. По-моему мяч вышел за пределы поля. Как не старался его сохранить в игре восьмой номер Артур Васканян ему это сделать не удалось. Так напомню что на 13 минуте Альберт Саркисян реализовал 11-метровый удар после того как Лужный ошибся вблизи своей штрафной и затем вынужден был спалить. Вот на 27 минуте Доршков после углового забил очень красивый гол мощно пробив головой перед этим высоко выпрыгнув и буквально вагнат мяч под перекладину что же в обороне то периодически разникают у сборной Украины но нельзя же так пожарить не хватает взаимопонимания нужно подсказывать а склад такое впечатление что некоторые игроки словно в рот воды набрали да и вратарю в этом компоненте нужно прибавить не хочу учить Дмитрия Шуткова вратарь опытный многое повидавшему в своем веку но вот уже не первый раз происходят подобные эпизоды когда как мне кажется элементарная подсказка и все момента не будет шаг назад шаг вперед зону закрыл чуть исправил позицию и уже у соперника нет шанса подобным образом тебя тревожить будет угловой у ворот сборной Украины мяч от головы Лужного покидает пределы поля так непросто для Олега Лужного складывается его юбилейный 50-й матч за национальную сборную угловой будет выполнять ang подача удар поворотом мяч летит мир армяне требуют от арбитра назначения углового и считаю что после удара Артура Восканяна мяч задел кого-то избавиться в сборную Украины но нет углового не будет действительно как и ожидалось очень трудная напряженная вязкая игра армяне подтверждают то что они достаточно неудобный такой колючий для сборной Украины соперник не случайно они отбирали уже Украины очки в различных отборочных циклах и об этом я вам напоминал в самом начале нашей прямой трансляции и вот сейчас пока счет 1-1 в целом равная игра трудно дать кому-либо из команд предпочтение правда сейчас Украина пытается в последние наверное минут 10 попрессовать оборону соперника кое-что удается опасная ситуация мяч вроде бы полетел уже за шиворот Березовскому тот до мяча не добрался но там подстраховали партнера помешали нанести прицельный удар форвардом украинской команды угловой угловой хорошо сыграл в этом моменте заторвилка вроде бы загнал его соперник уже к лицевой тем не менее выжил максимум заработал кормер вот момент да сразу два футболисты сборной Украины хотели нанести удар но защитник оказался на месте так же как в этом игровом эпизоде на месте Роман Березовский уверенно играет на выходе тут же вводит мяч в игру автор первого мяча Альберт Саркисям двигается вперед играет поперек поля не точно Горшков хорошо отрабатывает в плане оборонительных действий мяч перехватывает затем следует перевод на противоположный фланг и солнышко заливает противоположную половину поля и сразу не разберешь куда же полетел мяч и кто его принял а принял его Андрей Шевченко Несмачный рядом с ним был Закарлюха но несмачно сыграл на Воронина тот в немов упал частенько на газоне в первом тайме и Воронин и Реброх оказываются и далеко не всегда арбитр сегодняшней встречи Ферман Альберт на это реагирует все временем армяне атакуют правым флангом Саркис Арсипян и потеря вот есть шанс для контратаки ну вдвоем направо выход на ударную позицию можно забивать удар половой подбери А я понимаю чем расстроен и наверное в душе даже негодует Андрей Воронин можно было бы и на него сыграть Андрею Шевченко но Андрей решил сделать все сам Воронин молодец заметил рывок Андрея тот входит в штрафную поднимает голову бьет мяч подскочил чуть-чуть последний миг перед ногой Андрея и именно поэтому как мне кажется полетел чуть выше задуманной Андреем траектории мяч угодил в перекладину ну а вот на дальней штанге уже дежурил причем не находясь в положении игры Воронин и если бы заметил его периферийным зрением смею предложить что и видел все прекрасно игрок экстра-класса Андрей Шевченко своего товарища по команде но просто был уверен что лучше в этом игровом эпизоде взять инициативу на себя возможно был и прав ведь буквально считанных сантиметров скажем так от гола был Андрей Шевченко чуть пониже еще бы стал 2-1 в пользу хозяев но вот так и нужно продолжать играть небезгрешная оборона сборной Армении чуть пространство появляется быстро удается перехватить мяч на своей половине поля и мал-минус-то передрисовать его в линию атаки свободная зона и быстрые форварды при поддержке такого разумного конструктивного игрока как Андрей Воронин сразу же имеют преимущество перед командой которая обороняется вот на ваш экранах лучший бомбардир второй бундеслиги теперь уже не игрок Майнца а игрок Кёльна Андрей Воронин именно он отлично ассистировал Андрею Шевченко и тот попал в перекладину две минуты прибавляет арбитр Херман Адберг знаете смею сделать прогноз мне кажется что второй тайм будет намного интереснее первого то что касается прежде всего голевых моментов Украина этот счет не устраивает в отличие от сборной Армении Украина будет атаковать больше атаки будут массированными но армяне попытаются наверное найти для себя дивидендов контракт о какая ошибка нужно соперника наказывать за такие ошибки нет я не говорю о том что обязательно гол должен состояться что-то далековато в штрафной но нужно наказывать то есть проводить быструю атаку с логическим завершением с ударом поворотом и к этому стремился Андрей Шевченко но был неправильно остановлен не по правилам вот в этом моменте позволил себе спалить Саркисов Сепян быстро передрисовал мяч но Шевченко и более прицельным но если сборная Украина будет играть во втором тайме в том же ключе как последние минут 12-15 я думаю хозяева поля должны будут дожать соперников но в то же время надо отметить справедливость ради что армянская команда по первому тайму оставила самое приятное впечатление действительно в организации игры она прибавила самоотдачей стали дела также обстоять намного лучше дисциплинку подтянул однозначно игровую Михаил Стойкица в результате такое достойное сопротивление команде Украины на выезде оказывает сборная Армении после первых 45 минут ничья 1-1 напомню что на 13-й минуте Альберт Саркисян реализовал пенати ну а на 27-й минуте очень красивый гол после углового на свой счет записал Александр Горшков выступающий в нашем российском чемпионате играющий за Сатурн РЕН-ТВ могли забить Воробей и Шевченко в одном эпизоде здорово сыграл вратарь в другом мяч попал в перекладину шансы Украины для того чтобы отличиться в первом тайме были помимо того что Горшков забил но повторяю реализация пока подводит хозяев поля посмотрим что будет после перерыва мы приглашаем вас уважаемые телезрители во Львов где сегодня на стадионе Украина в отборочном матче чемпионата Европы встречаются команды 6-й отборочной европейской группы сборной Украины и Армении после первых 45 минут ничья 1-1 вот так забивались мячи в первом тайме на 13-й минуте после того как заработал 11-метровый удар Олегу Лужиной Саркисян реализовал пенальти на 27-й минуте Ребров выполнил угловой и Горшков мощно пробил с линии вратарской нанеся прекрасный удар под перекладину отчаянный бросок Березовского пытался Роман спасти свою команду кстати в предыдущих эпизодах опасных которые возникали у его ворот он действовал в ряде моментов просто фантастически демонстрируя свою реакцию но в этом моменте слишком глубоко что называется в своих воротах он был практически за линией именно по этой причине не сумел хотя и среагировал вытащить мяч из-под перекладины но Горшков по большому счету пробил практически с убойной позицией и неотразимо в результате 1-1 если вспоминать как развивались события в первом тайме то следует отметить что сборная Армении в протяжении первой половины первого тайма смотрелось очень даже прилично команда неплохо комбинировала подолгу держала у себя мяч не позволяла сопернику организовывать быстрые контровыпады и постоянно нагнетала даже у чужих ворот напряженность правда до точных ударов дело не доходило а вот соперника за ошибку наказать удалось на 13-й минуте но затем сумели наладить комбинационную группу полиции сборной Украины заиграли так как от них требуется более агрессивно более слаженно нет конечно же ошибки были и игра сборной Украины сегодня далека от идеальной но есть объективные причины все-таки большая группа игроков которые обычно выходят с первых минут сегодня по тем или иным причинам из-за дисклификации или Трамп не могут принять участие в этом матче достаточно еще раз упомянуть что не играют Гусин и Тимащук во многом ключевые фигуры в этой сборной тем не менее все-таки вот во второй половине первого тайма игра у Украины преобразилась моменты были мог отличиться в дебюте Воробей но не переиграл голкипера выйдя с ним один на один затем был шанс забить гол у Воронина головой он с близкой расстоянии бил казалось бы зряче в дальний угол мяч разминулся со штангой пролетев буквально в нескольких сантиметрах от штанги ворот Романа Березовского ну и как не вспомнить тот эпизод который возник незадолго до перерыва Воронин заметил рывок Шевченко передрисовал мяч в свободную зону Шевченко выиграл забег у своего опекуна пробил мощно но попал в перекладину Украина начинает мощный второй тайм тут же опасный момент возникает у ворот Березовского мощный удар Андрей Шевченко в центре внимания но пока ему никак не удается забить а это на ваших ранах главный тренер сборной Армении Михай Стойкица и вот он так пальчиком погрозил своим футболистам как бы напоминая им о том что необходимо действовать буквально с первых мгновений второго тайма внимательно не терять концентрацию в общем-то действовать строго и дисциплинированно примерно так же как и в первом тайме и сделать все для того чтобы ну как минимум не проиграть в сегодняшней встрече так как армянская команда еще имеет теоретические шансы на то чтобы в общем-то зацепиться за борьбу скажем так за вторую строчку турнирной таблицы попытаться вклиниться противостояние сборных Украины и Греции Украина резко взвинчивает темп с первых минут второго тайма атакует большими силами заставляет соперника ошибаться и быть может сейчас что-то удастся да неплохая передача с левого фланга но Березовский не дремал своевременно покинул вратарскую и забрал мяч опередив форварда сборной Украины недоволен тем как начался второй тайм тренер сборной Армении и мы с вами смотрим повтор вот этой достаточно динамичной и опасной атаки в исполнении хозяев поля так начался второй тайм сборная Армении пытается перейти в атаку хозяева играют плотно на своей половине поля мяч отбирают пока ничего сверхъестественное не происходит на футбольном поле львовского стадиона позвольте напомнить вам стартовые составы играющих сегодня команд состав сборной Украины сегодня ворота этой команды защищает Дмитрий Шутков первый номер второй Олег Лужный капитан команды третий Сергей Федоров четвертый Андрей Несмачный пятый Сергей Попов простите хозяева атакуют и вновь удачно играет на перехвате Роман Березовский а скажем так застрельщиком вот этой вполне способный было приведший голу атаке был никто иной как Андрей Шевченко так вот пятый номер Сергей Попов шестой Сергей Закарлюка седьмой Андрей Шевченко восьмой Андрей Воробей девятый Александр Гошков десятый Андрей Воронин одиннадцатый Сергей Ребров Леонид Буряк главный тренер хозяев состав гостей в воротах Роман Березовский первый номер второй Эдуард Парцикян получивший в первом тайме желтую карточку в составе хозяев горчичника удостоился Сергей Ребров третий номер Карен Дахаян четвертый Саркис Авсипян пятый Рутюн Варданян шестой Ромя Хачатурян седьмой Артур Петросян восьмой Артур Восканян девятый Альберт Саркисян по десятым номерам играет Артаваст Карамян и под одиннадцатым Армен Карамян то есть братья Карамян сегодня помогают друг друга организовывая атаки ну вот кстати один из братьев Карамян если мне не изменяет память Артаваст Карамян заработал одиннадцатометровый удар заставив Олега Лужного после того как он оступился потерял мяч свалить на нем штрафной Шуткова один-один несмачный неплохо провел он первый тайм был достаточно активен то что касается прорывов по флангу то у него преимущество было перед Поповым но все-таки у несмачного в этом отношении скажем так руки были развязаны значительно больше между Поповым несмачный по сути играл крайнего хавбека в первом тайме можно и так сказать именно по этой причине мы постоянно видели его проходы Попов построже действовал на своем правом фланге на месте защитника вновь достается Андрею Шевченко и в первом тайме на нем частенько фалили на этот раз Саркисян сбивает Шевченко ну напомню что Андрей в четверг удостоился высокой награды президент Украины Леонид Кучма вручил Андрею орден за заслуги второй степени за личный вклад в признание и повышение престижа украинского футбола вот такая высокая награда вот так оценен футбольный талант футбольный труд этого замечательного игрока кстати хочу отметить что Андрей с собой из Милана привез кубок европейских чемпионов 5 и 6 июня он был выставлен на всеобщий обзор в Киеве на территории стадиона Динамо у памятника Валерия Васильевича Лобановского и каждый желающий мог прийти посмотреть смею предположить даже пофотографироваться возле самого престижного Еврокубка ну и еще небольшая информация мне кажется она весьма любопытна по отношению к Андрею Шевченко так вот Андрей по его словам сегодня играет в тех же бутсах что и в финале Лиги чемпионов по мнению Шевченко это и конечно же поддержка зрителей должны помочь взять сборную Украины три очка в игре против Армения удается гостям отодвинуть игру подальше от своей штрафной они уже на чужой половине поля это Артур Петросян частенько забивающий в матчах отборочного цикла как чемпионата мира так и чемпионата Европы в ворота украинской команды здорово играет Саркисиан обманное движение ушел от Горшкова и пробил какой гол вот так худо и этот удар следует отметить пусть он прекрасен деликолепен но проспал Дмитрий Шутков явно не ожидал он вот такой прыти такой если хотите из футбольной смелости от Альберта Саркисяна и тот забивает свой второй гол в этой встрече ну с какой дистанции сколько было до ворот ну наверное метров под 40 и не достает мяч Шутков тот еще попадает в перекладину и затем влетает в ворот очень красивый гол ничего не скажешь потрясающий по силе и точности удар но все-таки голкипер национальной сборной такой опытный вратарь как Дмитрий Шутков безусловно мастеровитый и классный в этом игровом эпизоде просто потерял концентрацию внимания смею такое предположить и именно по этой причине с некоторым опозданием среагировал но элемент неожиданности был в действиях Саркисяна кто бы мог подумать что вот он решит пробить с такой внушительной дистанции он взял пробил да еще как словно из пушки выстрелил какой гол ну два очень красивых гола сегодня мы с вами уже увидели и гол Горшкова был шикарен и вот сейчас еще один потрясающий по исполнению гол красавец по другому и не скажешь 2-1 сборной Украины вновь в роли отыгрывающей со стороны как сложно предположить можно было что для Украины это будет непростая игра но вот чтобы так дважды пропускать и пытаться сравнять счет я думаю такое подобное в планы футболистов вышедшихся на поле в желтой форме не входило Альберт Саркисян играющий в чемпионате Украины за киевский арсенал становится героем этой встречи как бы дальше он не играл он уже два мяча ворота соперника положил Шевченко идет вперед выманил соперник на себя затем сыграл на Горшкова Горшков ошибается Артур Петросян идет вперед здорово был встречен мяч чисто отобран но ни в коем случае сейчас не нужно в себе копаться начиная от Шевченко и заканчивая Сергеем Ребровым почему что-то не получается не клеится почему такой счет на электронном табло высвечивается нужно обо всем забыть и просто играть изо всех сил на пределе своих возможностей включить морально-волевые бойцовские качества и попытаться спасти эту встречу но вот не зря мы с вами отмечали по ходу первого тайма то что сборная Армении выглядит очень прилично и то что команда действительно прибавила прибавила вот по сравнению с той порой когда эту команду возглавлял аргентинец Оскар Лопес своевременно выходит Роман Березовский навстречу мячу и выбивает его подальше от своих владений да могучий удар нанес Альберт Саркисян метров ну наверное с 35 но все-таки какое-то время понадобится хозяевам для того чтобы прийти в себя для того чтобы организовать ну действительно штурм теперь нужно штурмовать нужно играть отчаянно ничья-то Украину по сути не устраивает потеря двух домашних очков учитывая турнирный расклад учитывая что ехать еще в Афину играть с греками скажем так все это мало приятно а уж проигрывать то это вообще можно все для себя перечипнуть то что касается поездки на чемпионат Европы армяне атакуют вновь удар из-за пределов штрафной на этот раз мяч пролетает мимо цели Артаваст Карамян бил по воротам ну что ж считают что выбили из колеи окончательно Шуткова и теперь будут бить вот 60, 30, 40 и так далее метров в надежде что вратарь раскис я думаю что это не так то что касается Галкипера а то что думают армяне то их дело смотрите вновь контролируют и очень уверенно мяч гости они по сути лишили мяча хозяев поля играют очень уверенно спокойно рассудительно используют короткие передачи и нервируют тем самым соперника но и не будем забывать еще про то что время идет а время сейчас работает на сборной Армении которая атакует которая даже владеет инициативой будет удар по воротам нет не удалось найти возможность для удара но атака продолжается хорошо сыгранной пяткой здорово тут разбирается в игровом эпизоде Альберт Саркисян а вот затем сделал неточную передачу Горшков разряжая обстановку бьет так скорее на удачу туда в направлении форвардов в надежде что все-таки кто-то убежит на рандеву с Березовским ничего не получается кто в резерве кто в запасе у сборной Украины вратарь Виталия Рева Максим Каменченко играющий за московский Спартак Александр Головко защитник киевского Динамо и вот замена не случайно я начал говорить про запасных сборной Украины и вот сейчас под 18 номером выйдет Александр Радченко меняет он Сергея за Королюку которого не то чтобы сегодня игра не пошла не буду столько категоричен но все-таки всех своих лучших качеств в полной мере он проявить не смог и вот вместо него выходит Александр Радченко но возможно какие-то перестановки произойдут Радченко когда-то был игроком киевского Динамо а теперь защищает цвета Днепра но сейчас это не столь важно потому что что-то странное происходит с хозяевами поля они полностью отдали инициативу сопернику хотя должно быть все наоборот ведь именно Украина проигрывает а не Армения Армения продолжает играть сверхуверенно 2-1 впереди гости и сейчас они складываются такое впечатление и оно не обманчиво диктуют свою волю хозяин это большая неожиданность но действительно все-таки в середине поля проигрывают и в первом тайме особенно в первой половине первого тайма это было заметно и вот сейчас такой провал после пропущенного гола именно по этой причине Закорлюку заменили на Радченко в надежде что тот сумеет если он будет сейчас играть в паре с Горшковым изменить ситуацию в лучшую сторону наверное даже стоит сказать по-другому переломить ситуацию нарушение правил сфалил третий номер Харандахаян по-моему Андрей Шевченко на газон нет это Воронин Воронин штрафной далековато конечно же до ворот Романа Березовского но если пробить примерно так же как пробил совсем недавно Саркисян то можно надеяться на то что счет сравняется тем более Андрей Шевченко умеет забивать в подобных ситуациях зрители ждут от Шевченко гола безусловно ждут разбег удар по воротам опасный удар с огромным трудом все таки удалось отразить сейчас Березовскому этот мяч коварно пущенный со средней дистанции мяч падал буквально перед руками голкипера и тот не сумел его зафиксировать в результате угловой давайте еще раз посмотрим вот обратите внимание мяч падает перед голкипером действительно было сложновато Березовскому выстроил он стенку а теперь угловой подача именно после углового удалось сравнять первый раз счет в этой игре сборной Украине была попытка сделать то же самое во второй раз не получилось вот на ваших экранах никто иной как Александр Горшков именно он на 27 минуте счет сравнял что же происходит с хозяевами поля я далек от мысли что Украина расклеилась но вот этот шок слишком долго не проходит я имею в виду шок после пропущенного второго гола опасная ситуация как же так в обороне небрежно невнимательно и сейчас справе был наказать соперника 10 номер Тарвас Карамян бивший с угла вратарской направивший мяч в небеса давайте еще раз с вами посмотрим опасная ситуация по-моему Раченко там ошибается еще раз хочу отметить на Украине никто не скрывал что легкой прогулки здесь не получится меня незаметно прибавили традиционно всегда оказывают серьезное сопротивление украинской сборной но вот чтобы так команда играла дома давайте вещи называть своими именами сейчас команда действительно играет плохо предположить это вряд ли кто-то контратака по-моему он был срыв атаки Воронин оказался на газоне но арбитр из Германии Фермент Альбрехт показал что можно играть он и в первом тайме частенько вот в подобных эпизодах не свистел хотя на мой взгляд здесь было нарушение права Горшков переводит мяч на противоположный фланг Раченко Раченко явно пока не вошел в игру выпускает ошибки благо что мяч все-таки вышел от ноги соперника за пределы поля что это было таким вопросом наверное задаются сейчас зрители собравшиеся на стадионе Украина во Львове и тренерский штаб команды да вот молодежная сборная вчера порадовала Украину переиграв армянских сверстников 4-0 а вот национальная команда пока сталкивается с огромными проблемами и никак их не может преодолеть хороший перевод на противоположный фланг вперед пошел Несмачный против него Петросян Несмачный посылает мяч штрафную небольшой рикошет борьба и будет удар Я не буду Я не буду утверждать прав или не прав арбитр Давайте смотреть повтор вот это столкновение его национальной команды и так пенальтик у хозяев есть реальная возможность для того чтобы сравнять во второй раз в этой трудно для них складывающейся игре счет как здесь не вспомнить финал Лиги Чемпионов и решающий удар Андрея Шевченко который принес Кубок Европейских Чемпионов Милана Итак, разбег удар поворотом в тот же угол так же как на Олд Траффорд и счет становится здесь 2-2 там была победа после такого удара ну а здесь эту победу еще предстоит попытаться добыть в оставшееся время ничья 2-2 Андрей Шевченко сравнивает счет с 11-метровым ударом но практически так же практически так же как и Буфону забил сейчас Березовскому гол Андрей Шевченко орденоносец мегазвезда европейского футбола надежда Украины и еще одна замена которую делает Леонид Буряк на поле появляется под 13-м номером Максим Калиниченко спартаковец вот кого он заменил сейчас будем разбираться 2-2 в этом знаете во многом непредсказуемом по сценарию матче тут же армяне идут вперед оказывается штрафное падение но пенальти я думаю арбитр тут же не назначит еще один хорошо играет Воробей именно он начинает атаку своей команды посмотрите вчетвером против троих но поточнее же в решающий момент нужно было сыграть и возможно удалось бы вывести кого-то из партнеров на ударную позицию здесь наверное будет желтая карточка все-таки удар сзади по ногам досталось Артуру Петросяну от Андрея Воробея и предупреждение Ребров и Воробей получают желтые карточки в этой встрече у сборной Украины на данный момент игры получил предупреждение парцикян у армян штрафной внушительная дистанция к мячу подходит Варданян но не будем забывать с какого расстояния забил гол Саркисян 2-2 кстати очень популярный счет когда играют эти сборные осенью прошлого года они сыграли в Ереване также и до этого в истории этих сборной было подобное и вот сейчас опять-таки 2-2 Радченко пас вперед но что называется в борьбу столкновение Воробей на газоне и арбитр назначает штрафную штрафной в сторону гостей ну вот Саркисян показывает я играл в мяч и как бы извиняется перед арбитром но делая все от него зависящее чтобы не получить желтую карточку 2-2 для Березовского это семечки спокойно вышел забрал никто ему не мешал значит словно на разминке напомню что на 13-й минуте счет открылся 11-метровой отметки Альберт Саркисян на 27-й горшков восстановил статус-кво хорошо сочно так пробив головой после углового выполненного Реброу во втором тайме Альберт Саркисян вот именно сейчас его Радченко уложил на газон решился отважился на удар с дальней дистанции рискнул и забил очень красивый гол вывел свою команду вперед 2-1 и вот совсем недавно Андрей Шевченко буквально несколько минут назад заработал 11-метровый удар и сам же его уверенно реализовал 2-2 штрафной в исполнении армянской команды подача вратарь должен выйти на перехват Шутков предпринимает подобную попытку мяч не забирает но по-моему все контролирует неудачно сыграл Радченко но в составе сборной Армении мы безусловно должны выделить 9-го номера не только потому что он забил 2 гола речь об Альберте Саркисяне но и играет очень полезно демонстрирует и технику поражается на всех участках поля мы это с вами знали еще когда он выступал и в локомотиве и в торпедах Ребров подает Березовский выходит на перехват теряет мяч и будет за это наказан удар поворотом мяч пролетает рядом со штангой Березовский обращается то ли к своим партнерам то ли к арбитру отмечаю что его неправильно атаковали ну Свисток промолчал по-моему нарушение правил судья не зафиксировал а Воронин в ворота не попал и вот там давайте посмотрим что же произошло действительно нарушения правил не было вот на этом повторе великолепно видно что никто не толкал просто выронил мяч из рук Березовский да и в этом эпизоде лучше стоило мяч не ловить учитывая что рядом были свои и чужие просто выставил бы кулаки и вынес мяч подальше попади сейчас Воронин кстати у него уже второй момент сегодняшней встречи помните бил головой сейчас пробил ногой все время мяч пролетает рядом со штангом клинченко заменил попова судя по всему все это говорит о том что Леонид Буряк усиливает среднюю линию то есть делает замены скажем так с мыслями об усилении не только средней линии но и атакующего потенциала своей команды попадающих на поле достаточно и Ребров и Воробей и Шевченко и тот же Воронин просто все располагаются по разному на футбольном поле кто-то глубже кто-то ближе к центральному кругу кто-то ближе к штрафному сопернику но по своему амплуа по своим кажется возможностям это те люди которые должны могут и умеют забивать весьма что пошел вперед был остановлен в пределах правил счет 2-2 и по желтым карточкам счет 2-2 так как Саркис Авсипян получил предупреждение вот после того соприкосновения с Андреем Шевченко вперед идет Украина Воронин может отдавать передачу он это и делает будет удар по воротам удар и гол это конечно же понимаете кто это Леонид Буряк а это радуются футболисты сборной Украины потому что Андрей Шевченко своего шанса на этот раз не упустил видно как расстроен сейчас главный тренер армянской команды Михаил Стойкица будет делать замену но мы с вами смотрим Воронин красавчик посмотрите сделал небольшую паузу подождал поглядел где находятся партнеры оценил ситуацию Шевченко не забрался в положение вне игры и затем нанес мощнейший удар в дальний угол мяч попадает в штангу но сегодня голы но любой вкус мы с вами видим и пеннайте футболисты и той и другой команды реализуют уверенно бьют и после стандартов и за пределов штрафной и вот как в этом эпизоде с более близкого расстояния бьют сильно мощно точно 5 забитых мячей и что называется еще не вечер Андрей Шевченко впервые в сегодняшнем матче выводит свою команду вперед Украина выигрывает 3-2 но мы с вами предполагали что Андрей должен забить гол Андрей свой гол забил но что же происходит в обороне что же происходит в обороне вот сейчас об этом своим помощникам и представляете какими словами говорит Леонид Буряк 3-3 ну молодцы армяне молодцы ребята а а украинцы не могут понять ну как же так друг другу обращаются разводят руками не успели порадоваться голу Андрея Шевченко как вновь негативные моменты отрицательные эмоции 3-3 хотелось бы увидеть повтор этого гола вообще разобраться что к чему потому что все так стремительно развивалось что честно говоря я не уследил кто в составе армянской команды сейчас забил вот так футбол удар по воротам мяч пролетает в непосредственной близости от штанги ворот Березовского Белворонин автор голевой передачи в предыдущем моменте когда атаковала сборная Украины когда она забивала что-то с повтором у нас не получается 3-3 да то в жар то в холод бросает болельщиков сборной Украины в принципе и футболистов и то и другое команд Карамян Саркисян и теперь потеря Лужная начал атаку своей команды Лужная обосновалась сейчас в середине обороны и сделал пас в направлении Воронина сместился с фланга вот такая перестановка произошла Радченко все-таки располагается на более для себя привычном месте были случаи когда Радченко выходила в середину поля но сейчас он играет на флант смачный нарушение правил Артур Восконян сбивает бракосборная Украина тут же проводит хозяева атаку следует удар но не опасно это Сергей Федоров пошел он вперед имеет он опыт в таких ситуациях подключаться к атакам и даже забивать смотрит на часы Леонид Буряк да сейчас внутри наверное все у него кипит и клокочет ну как же так ну забили гол вышли вперед 3-2 все спокойненько давайте поиграем зацепимся за мяч поддержим его себя заставим соперника нервничать тот будет пытаться сравнять что-то пойдет большими силами вперед а на контратаке Украина умеет играть и будет шанс забить еще один гол примерно так наверное рассуждал Леонид Буряк а его команда тут запрогусила сейчас должна забивать выручает Березовский опасная ситуация и удается отбиться в этом игровом эпизоде гостям еще один удар поворотом и числом и умением обороняются сейчас в гости хорош Березовский выручил свою команду в очередной раз спас в трудную минуту как бы потом не вспоминали как страшный сон вот этот игровой эпизод когда окончание матча не так много времени остаются футболисты сборной Украины нужно такие моменты реализовывать необходимо но не удалось еще раз с вами смотрим Шевченко 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 мог забить свой второй угол и вроде бы зря чебил даже посмотрел где находится голкипер затем футболисты сборной Украины требовали от арбитра назначения пенальти но этого не произошло но Березовский в очередной раз продемонстрировал что с реакцией у него полный порядок и не случайно его выбрали в голосовании устроенного компанией Ростелеком генеральным спонсором сборной России является эта компания и вы знаете что состоится в скором времени матч легионеров и сборной России игроков выступающих в премьер-лиге и вот ворота сборной легионеров с первых минут будет защищать никто иной как Роман Березовский поле сейчас покинет Петросян а под 14 номером если я не ошибаюсь выйдет Хосе Билибио Андрей Шевченко на ваших ранах забил гол и сейчас мог опять-таки вывести свою команду вперед в ближнем бою переиграть Березовского не удалось да так оно и есть Хосе Билибио играющий в Пеникин заменяет от Тура Петросяна но Петросян он сыграл на хорошем уровне я пытаюсь выяснить не он ли забил третий гол ворота соперника да именно Петросян реализовал момент правда не хочу иронизировать наверное совсем этично это по отношению в болельщиков сборной Украины но то что Петросян нашел свою команду это очевидно я имею ввиду команду которую он забивает неизменно это сборная Украины очередной мяч ворота ворота этой команды он сегодня закатил Олег Винглинский если я не ошибаюсь готовится выйти на замену еще один нападающий ныне футболист Днепра когда-то выступавший за Киевское Динамо результативно играет в нынешнем сезоне вот он на ваших экранах правда травма его преследует сейчас он в порядке и не случайно приглашен в сборную и на него надеется на этих последних минутах Леонид Буряк убирает с полю Сергея Реброва все-таки согласитесь что Сергею сегодня игра по большому счету не удалась он очень старался в этом он и не откажешь но Ребров умеет играть сильнее продуктивнее он может быть куда более полезен своей команде нежели сегодня штрафной удар по воротам бел артоваз Карамян повтор этого момента этого удара вот только что видите Украина атакует Украина пытается забить четвертый мяч стремится вырвать победу у сборной Армении которая сегодня играет очень здорово и оказывает ожесточенное сопротивление хозяевам Несмачный подает Березовский выходит на перехват и в этом игровом моменте уверенно переигрывает на втором этаже соперников не выпуская мяч из рук как в предыдущем эпизоде до около восьми минут до окончания матча так еще раз напомню на тринадцатой минуте Альберт Саркисян реализует пенальти после нелепой ошибки Олега Лужного а сбит был Карамян подкарауливший промах капитана сборной Украины на двадцать седьмой минуте Горшков головой после углового вколачивает мяч ворота Березовского один-один во втором дайме Саркисян бьет с дальней дистанции на пятьдесят второй минуте и забивает свой второй гол в этой встрече Шевченко Шевченко не сумел выручить свою команду два-один впереди армянская команда на шестьдесят пятой минуте Андрей Шевченко сказал свое веское слово он заработал одиннадцатиметровый удар два-два и сам же его реализовал Шевченко на этом не успокоился на семьдесят второй минуте он получил отличную передачу от Воронина и сильно а главное точно пробил в дальний угол ворот Березовского счет стал три-два в пользу хозяев пока не праздновали армяне буквально через полторы минуты забили свой третий гол и сравняли счет но пока расходятся данные кто отличился Петросян или Варданян ну наверное это не столь принципиально сейчас принципиально для Украины забить четвертый гол ворота соперника а для Армении этот самый четвертый гол не пропустить еще одна замена в составе гостей под восемнадцатым номером сейчас выйдет Арарат Арутинян играющий за Ширак а заменит Армена Карамяна одиннадцатого номера не спеша покидает пределы полем его можно понять счет сборную Армении вполне устраивает а Воронин собирается выбросить мяч из-за боковой ну нужно подавать штрафную там много игроков подача Березовский выходит на перехват арбитры останавливают встречу считаю что было нарушение со стороны атаковавшей команды решительный жест Андрей Шевченко так с укором посмотрел на арбитра мы с вами смотрим как Лужный подает что здесь было борьба просто по-моему борьба Шевченко честно говоря руками себе не помогал вратаря не пихал на суде показалось что не по правилам прессинговал Андрей Роман Березовский Лужный вновь он действует на своем фланге замещал он в центре Сергея Федорова когда тот подключался к атаке еще Сергей Федоров уверенно сыграл в отборе отдал мяч Щиткову тут что-то там выдумывает не подумывал ли сегодня по ходу матча Леонид Буряк что с голкипером он не угадал возможно я не хочу всех собак вешать на Дмитрия Шуткова но то что сегодня он как-то в ряде эпизодов скажем так неадекватен особенно в этом моменте ну как при счете 3-3 в конце встречи здесь под себя мяч убирать забавить таким образом публику но это просто не серьезно даже не профессионально хорошо что все так хорошо закончено вот на воскранах Энри Гусин он не играет сегодня так же как и Тима Щек из дисклификации и как мне кажется этих двух футболистов ой как не хватает на поле в игре против армей что здесь произошло что случилось это уже не столь важно Украина атакует и не преуспевает стремятся стремятся как можно быстрее доставлять мяч к чужой штрафной сейчас хозяева попроще действует теперь уже действительно не до изысков последние минуты матча счет 3-3 который практически не устраивает хозяев им нужна победа ничья это потеря двух очков причем дома не будем забывать про выезд в Грецию это то что касается матча Греция-Украина вы его увидите так же на нашем футболном канале в прямом эфире в среду Горшков на ваших экранах забил он гол ну скажем так был не безгрешен хотя обеден и не спор нарушение правил Альберт Сокисян своевременно падает столкнувшись с несмачным ну хорошо отыграл Альберт сегодняшнюю встречу ничего не скажешь в общем-то и многие его партнеры самых высоких и лестных оценок заслужили но представляю как у многих из тех кто сегодня вышел в какой момент и Шевков забирает мяч в этом игровом эпизоде не сплоховал представляю какие резкие будут скажем так высказывания замечания со всех сторон и со стороны руководства и со стороны прессы на адрес многих игроков выступающих сегодня в желтой форме да неприятный момент хорошо что все для Украины закончилось благополучно армянская команда могла забить сейчас и четвертый какими большими силами атакуют хозяева сколько игроков штрафной но все стоят и тут уже как бы надежда только на то что соперник ошибется давить давить душить душить а вот что-то получится у нас складывается такое впечатление что вряд ли Украина упустила свою победу в тот момент когда еще праздновала второй гол Андрея Шевченко праздновать нужно было бы если бы был повод это в раздевалке а на футбольном поле нужно играть Раченко из-за боковой перевод на противоположный флаг и опять навес но это похоже уже на нова все достаточно прогнозируемо все читается и легко справляются с подобными навесами передачами штрафной защитники сборной Армении фланговый проход Виндринский попытка уйти от Карена до Хаяна не привела к успеху шарфной удар безусловно здесь было нарушение правил фалил Андрей Воробин три минуты добавляет арбитра совсем мало времени остается в распоряжении команды Леонида Бурюка для того чтобы попытаться все-таки уже в компенсированное время вырвать победу в этом труднейшем непредсказуемом по сценарию матче у армянской команды еще одну замену собирается сделать Михаил Стойкицы ну смотрите его команда обыграла Северную Ирландию как он возглавил только сборную Армении затем показала очень хорошего качества уровня футбола против испанцев на их поле особенно это касается первого тайма до сих пор считает что если его команда будет так играть как против Испании в первом тайме то ее ждет светлое футбольное будущее правда во втором тайме все-таки более мастеровитая более классная более звездная команда то есть Испания забила свои три мяча в ворота Березовского но тем не менее в первом тайме армяне смотрелось очень здорово и вот теперь игра против Украины на ее поле и 3-3 отличный результат быть может я тороплюсь говорить о том что все-таки эта игра завершится со счетом 3-3 и будет забит победный гол опасная ситуация и удар по воротам да в добавленное арбитром время сборная Украина забивает гол в ворота Березовского как не вспомнить здесь первую игру тогда в компенсированное время удалось спасти встречу уйти от поражения армянам благодаря назначенному пенальти арбитром и тот пенальти реализовал так же как и в сегодняшней игре с Аркисян но вот возвращают в какой-то мере должок армянам футболисты сборной Украины да игра тяжелая игра которая наверняка подвергнется и вполне справедливо критике слишком много было ошибок допущено но то что есть бойцовские качества то что высочайшую самодачу демонстрируют футболисты в принципе как той так и другой команд это очевидно фортуна просто-напросто в конце встречи незадолго до финального свистка поворачивается лицом хозяевам Сергей Федоров его очередная вылазка в штрафную соперника приводит взять ее ворот именно он судя по всему забивает последний мяч в этой встрече и видимо приносит своей команде победу потому что вот-вот и должен прозвучать финальный свисток Сергей Федоров центральный защитник пошел вперед до этого он предпринимал подобные попытки и мы это с вами отмечали и говорили о том что забивает Сергей Федоров подключаясь к атакам он умеет это делать и вот в этой встрече он забивает наверное один из самых важнейших голов может даже и в своей карьере на данный момент смею такое предположить 4-3 сборная Украины выходит вперед в этом необычном в этом непредсказуемом в этом труднейшем матче я понимаю разочарование армянской команды эта команда сегодня не заслужила поражения возможно сборная Украины учитывая качество игры не заслужила победы но это все но результат на табло игра забывается а счет остается в истории и теперь мы знаем что у сборной Украины 9 набранных очков что нужно было сделать Украина сделала пусть тяжело натужно со скрипом но главный результат то о чем говорил Леонид Буряк в преддверии этого матча хотя игра получилась местами даже очень эффектной где-то чем-то и красивой но вся ее прелесть в том что она была непредсказуема а еще раз повторяю армян по-человечески по-хорошему мне сегодня жалко они играли очень хорошо и тем не менее проиграли Украина все-таки в решающий момент за счет характера за счет несгибаемой воли сумела добиться победы наше поздравление украинским футболистам и отмечаю в конце репортажа что у Армении по-моему как никогда действительно сильная интересная и перспективная команда в матче матчи Украина Армения 4-3 победа хозяев поля для вас работал Владислав Батурин всего вам доброго до свидания до новых встреч на футбольном канале НТВ плюс